Как только на пороге Нью-Ирсама появляются контролирующие органы, волнение торговых работников налицо. Пробуют дозвониться до владельца магазина и пытаются срочно устранить нарушения, на которые указывают представители Роспотребнадзора. Посмотрите, видите ценник, перец, да, да, все. А подписи материально ответственного лица или печати организации нет. Это вот ценники неправильно. В первую очередь проводится, причем каждую неделю, мониторинг ценно-социально значимые продукты. В феврале перечень этих товаров был значительно расширен, а значит цены регулируются государством. Наценка не должна превышать 10%. Правда вот и молока в мягкой упаковке жирностью 2,5% здесь нет, только 2,7%. А такой продукт уже не входит в группу социальных товаров. Яйцо второй категории в наличии, но рекомендуемая цена слегка завышена. Подчеркивать нельзя 58, 30 поставить. Кратность 50, ну, не знаю, меньше. То есть правде тогда 50 меньше, сделай 58. Есть претензии к цене и на детское питание. Рисовая каша гушет дороже, чем должна быть. Торговую надбавку теперь приведут в соответствие. Наша цель и задача при проведении данных мониторингов сводится к тому, чтобы сориентировать предпринимателей, юридические лица, которые осуществляют реализацию продуктов питания на соблюдение торговых надбавок и недопущение необоснованного повышения роста цен на продукты питания. Но кроме регулирования цен обратили внимание проверяющие структуры и на качество товара. Вот такие испорченные овощи, конечно, не привлекут покупателей. Еще опаснее покупать колбасные изделия, где даже не указан срок годности. Если мы берем вот эту продукцию, здесь видите, вот этикеточка наклеена. Но наклеена она такая этикеточка, непонятно, кто ее произвел, когда произвели эту продукцию, при каких условиях она может храниться. Понимаете как? Теперь, значит, написано упаковали, кто упаковал, чего упаковал. То есть это получается обезличенная продукция. И то же самое касается сала. Обезличенная продукция не может находиться в обороте, потому что, мы не знаем, вот эта продукция представляет угрозу для жизни и здоровья граждан. Такой товар подлежит немедленной конфискации. Был составлен протокол ареста продукции. Предприниматель таким образом совершил административное правонарушение. Упаковывать продукцию имеет право только производитель. Сообщать о неправомерных завышениях цен и нарушениях в сфере торговли необходимо в управлении потребительского рынка администрации города или в управлении федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю. Для борьбы с неправомерными завышениями цен по поручению главы города созданы ярмарки-привоз, где цены на продукты питания фиксированы, а за качеством товара следят санитарные службы.